Приветствую всех! И сегодня у нас опять кулинарная рубрика. Мы будем с вами готовить пиццу в домашних условиях. Пицца замечательная, вкусная и очень быстро готовится. И что характерно, в неё можно добавлять всё, что захотите, всё, что есть у вас в холодильнике. На что у вас вообще способна фантазия, то такую начинку вы и добавляете. В данном случае я буду добавлять то, что у меня есть. Мы с семьёй любим пиццу с грибами, обязательно, это вообще, с цибулькой. В данном случае у нас из мяса будет тушёночка домашняя, но вы можете добавлять любое мясо. Можете мясное сорти сделать, это свинина, говядина, курица, да, либо одно из этих только, либо колбаску можете взять, тоже любую. Цибульку я беру, тесто я буду поливать вот таким вот кетчупом. Обязательно буду посыпать итальянскими травами. Это обязательно также ингредиент, потому что итальянские травы, они как раз придают тот вкус пиццы, которые вы привыкли кушать в пиццериях. Ещё от себя я добавлю семечки, почищенные уже. Я однажды так делала, мне очень понравилось, и теперь я хочу повторить ещё раз, добавить в пиццу семечки уже чищенные. Они не жареные, они сырые. Естественно, всё это сверху мы натрем сыр. Пицца, она делается очень легко, очень быстро, и приготовляется она в духовке также около 30 минут, а то и меньше. Тесто я сама готовить не буду, тем более дрожжевое тесто мне нельзя, и вообще оно вредно. Но очень я люблю слоёное тесто. И мы в магазине специально купили уже готовое слоёное тесто, не дрожжевое. Сейчас я его раскатаю на противень и смогу уже выкладывать наши ингредиенты. Кто умеет делать слоёное тесто, вы можете сделать его в домашних условиях. Но мы их купили. Противень я уже подготовила. Я покрыла фольгой, потом с пергаментной бумагой. Фольгой, да, фольгой, потому что я не люблю мыть противень, не моё это. Поэтому я подготовила так, чтобы мне было удобно. И что, теперь приступим к работе. Помоем грибочки. Из этого мы возьмём меньше половины или половину. Так как мы любим грибы, может половину мы всю и пустим. Весь такой вот вариант грибов будет много. Поэтому мы возьмём половину из этого. Итак, начнём. Грибочки мы промыли. И теперь я их нарезаю вот такими вот слайсами. Тоненько. Тоненько. Чтобы они у нас красиво лягли, прижарились в духовке. Приготовились. Таким вот образом нарезаем грибочки. Будут у нас вкусненькие в пицце. Грибочки, шампиньоны. Брали мы небольшие. В магазине у нас больше не было. Грибочки мы уже нарезали. Слайсами, дольками. Как хотите, так и называйте. Но мы нарезали их красивенько, тоненько. Теперь мы нарезаем полукольцами нашу цибульку. Тоже не толстые, чтобы дольки у вас были. Тоненькие. Красивенькие. Делайте для себя, чтобы было вкусненько. Вам приятненько кушать это всё. Так. Такими полукольцами тоненькими нарезаем цибульку. Цибулька средняя. Можете брать большую, можете брать маленькую. Но дело не в этом. А какую вы цибуль возьмёте, а чтобы было полукольцами. Не кубиками, не квадратиками, а полукольцами. И так нарезаем мы всю цибульку. Итак, цибулька у нас уже нарезана. Грибочки у нас тоже нарезаны. Теперь займёмся тестом. Так, займёмся тестом. Я расстелила пергаментную бумагу. Насыпаю сюда муточки, муку. И на эту муку я буду выкладывать тесто. На вот эту пергаментную бумагу, посыпанную муком, выложу тесто. И немного раскатаю, чтобы оно было по всей поверхности. Так, готово. Вот я выложила тесто на пергаментную бумагу. Тесто немного я обрезала, так как оно было сильно длинное. И теперь я раскатаю по поверхности наше тесто. Чтобы пиццы было больше. Наше тесто было по всему противню. Легонько, не сильно давя, мы раскатываем тесто. Так вот по сторонам его раскатываем. Чтобы оно заняло всю поверхность. А пирогаментную бумагу я отрезала ровно столько, сколько она помещается на поверхности противня. То есть по противню, по размеру противня. И поэтому я смело могу раскатывать тесто по всей площади пергаментной бумаги. Не боясь, что она там будет больше или меньше. Все у нас. Вот легонечко раскатываем. Потом вместе с этой пергаментной бумагой я выложу на противень. Наше тесто. И сможем уже начиночку выкладывать на наше тесто. Вот. Красивое тесто. И будет у вас пицца вкусная. С тоненьким слоеным тестом. И с начинкой такой, как вы любите. Можете порадовать себя, своих близких. Ибо сделать на праздник. Сделать такую вкусную домашнюю пиццу. Так, все раскатали. И теперь можем все выкладывать на противень. Смотрите, тесто я выложила на противень. И у нас оно заняло все поверхность. Сразу на этой же пергаментной бумаге, на которой мы раскатывали тесто, тем же я выложила его на противень. Теперь мы вот так вот вилочкой чуть-чуть попротыкиваем наше тесто. И сначала мы кетчуп, как основу для пиццы. Такими мазками широкими. Кстати, кто хочет и любит, может сначала выложить помидорки. Да, либо вместо кетчупа помидорки. Либо вместо кетчупа помидора от жидки. Вот, смотрите, чтобы она у вас сильно жидкая потом не получилась. То есть, делайте в меру. Если помидорки вы выкладываете, то не сильно много, чтобы они не поплавли у вас по всему противню, чтобы тесто нормально было приготовлено. Не было сильно жидко. Вот так вот размазываем кетчуп мы по всей поверхности. Так, покрыли поверхность полностью кетчупом, размазали. Теперь мы вторым делом итальянские приправы добавляем. Очень вкусно получается пицца. Прямо как в пиццерии. Запах такой, искус. Вот так вот припорошили поверхность. Теперь я добавляю семечки. Не сильно много, а так, чтобы она не забивала всю поверхность. Ну и чтобы было их слышно. Теперь мы будем выкладывать мясо. В данном случае у нас тушеночка. Домашняя тушеночка. Вы можете другое любое мясо. Это может быть свинина, колбаска, телятина, ассорти. И покрываем такими небольшими кусочками. Разрываем мясо. Если вы будете делать с колбаской, вы режете тоненько колбаску. И старайтесь равномерно по всей поверхности выкладывать мясо, либо колбаску. Что вы там пожелаете. Очень вкусно пицца еще, если добавить туда сыр фета. То есть добавляйте сыр фета и сверху натирайте любым сыром, который плавится. Тоже очень вкусно. С начинку вы можете делать абсолютно любую. Вы можете добавлять горошек. Нет, не горошек. Вы можете добавить туда кукурузку, ананасы. Можете добавить маслины, оливки. Все, что вы любите. Делать вообще сорти вкуснейшего из разных видов мяса. Добавить туда и маслины, и ананасы, и кукурузку. Все, что захотите. И помидорки, и болгарский перчик, и шпинат. Очень вкусно со шпинатом. Я пробовала сыр фета и семечки. Такая вегетарианская была пицца. И очень мне понравилось. Сыр фета, шпинат и семечки. Ну и, естественно, сверху сыр, который плавится. Тоже очень вкусно. Добавляем. Покрываем поверхность всю мясом. Разрываем вот так вот. Руки чистые, все стерильно. Добавляем. Теперь мы добавляем грибочки. И следующий слой у нас цибулька. И выкладываем это все. По всей поверхности. Равномерно. Чтобы не пропустить. Чтобы где-то было больше, где-то меньше. Равномерненько выкладываем. Делаем так, чтобы не вдруг на дружке лежали, а рядышком все наши кусочки, дольки грибочков. Грибочки мы распределили по всей поверхности. Теперь мы распределяем цибульку. Мы вот так вот не ломаем, а разделяем наши полукольца, которые мы сделали с цибульки. Разделяем. Видите? И по всей поверхности, по всей нашей пицце мы распределяем цибульку. Теперь мы покрываем нашу пиццу сыром. Так вот красиво распределяем ее. Вот у нас красивая пицца. Все, наша пицца готова для того, чтобы ее отправить в духовку. Мы щедро ее посыпали сыром. Сыр брали один не из дорогих и не острых. Отправляем в духовку и через 20 минут наша пицца где-то так примерно будет уже готова. Отправляем ее в духовку. Выставляем у нас на четверочке стоит. Это примерно 180 градусов, в 200 градусов, где-то так и... Смотрите, ребята, вот наша пицца. Она уже готова. Смотрите, какая она красивая у нас. Сыр уже расплылся. Тесто уже где-то поднялось. Теперь мы ее можем выключать. Чуть-чуть постоит. И можно будет уже ее кушать. Смотрите, наша пицца уже постояла. И смотрите, как легко отходит тесто от пергаментной бумаги. Тут ничего нигде не пригорело. Замечательно. Готовилась она примерно где-то 20 минут. Плюс еще 5-10 минут постояла. Теперь мы эту чудо-пиццу домашнего приготовления нарежем. Мы нарезали пиццу. Теперь мы ее красиво выкладываем. Так. И вот этот кусочек. Так. Смотрите, какая красота. Смотрите. Пицца домашнего приготовления. Смотрите, это просто смачнессимо. Так что, приятного аппетита. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok